Уже к сентябрю в городе станет больше еще на одно место для отдыха славянцев. В Северном парке стартовал второй этап по благоустройству. Завершить основной объем работ планируется к концу лета. Каким будет парк в итоге, нашим корреспондентам рассказал глава города Александр Берсенев. В Северном парке кипит работа. Начался второй этап реконструкции. Благоустройством территории занимается краснодарская компания, выигравшая торги. Компания зашла серьезно. Видно по технике, по объему, по количеству людей. В данный момент идут подготовительные работы именно под дорожки, под дороги. Готовится основание. А потом бетон зальется. Буквально в субботу уже бетон будет заливать. А следующий этап это уже укладка плитки. И последний этап это переход уже под входную группу, которая будет находиться у нас на улице. Вот Запорожская и Адельская. В принципе, объемы видно, да? Вот месяц не прошло, а уже какие объемы сделаны. Полномасштабная реконструкция Северного парка началась два года назад. Проводится она в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря федеральной программе часть парка уже заметно преобразилась. Появились дорожки в плиточном исполнении, прогулочные зоны, построены спортивные детские площадки, установлены тренажеры. В прошлом году на эти цели было потрачено свыше 50 миллионов рублей. Финансирование этого года в два раза больше – 105 миллионов. По завершению строительства в парке появится сразу пять современных спортивных площадок с мягким покрытием, детский городок, место под сцену для больших мероприятий, площадка для ГТО, велотрасса, контактный зоопарк и, конечно же, зоны отдыха. Здесь сделаем еще освещение дополнительно. Вот здесь, где мы стоим, где была старая баскетбольная площадка, здесь будет детская площадка. Потом вот в районе туда, между храмом и нашим птичником, там будет еще одна детская площадка. Естественно, сделаются, поставятся фонари, будет освещение, лавочки, урны, все это установится. Но я думаю, будет культурно, теперь можно будет потом отдыхать. Сейчас строители занимаются подготовкой прогулочных зон, дорожек и тротуаров под укладку плитки. Параллельно готовится территория под детскую площадку. Перенесена волейбольная площадка. Завершен монтаж еще одного спортивного сектора. Установленные тренажеры и турники сразу же опробовали юные спортсмены. Теперь свои тренировки они проводят только здесь, на свежем воздухе и прекрасном оборудовании. Парк очень хороший, площадка оборудована, круто, нам всем нравится. Приходим сюда каждый день, занимаемся, занимаемся, подтягиваемся, отжимаемся, кроссфитами занимаемся. Несмотря на то, что строительные работы продолжаются, Северный парк уже стал любимым местом отдыха славянцев. Спортивные детские площадки никогда не пустуют. Я каждое утро рано добираюсь на работу и вижу, как ребята и взрослые люди занимаются на тренажерах, гуляют здесь по дорожкам, которые есть. И как-то это радует душу. Вы ждете, когда он откроется? Конечно, ждем, ждем. И хочется посмотреть, что это будет. И чтобы наши люди тоже восхищаются парком Краснодара. И чтобы у нас тоже было ни с чем сравнить, но хотя бы зона отдыха была достойна для населения. В последнее время действительно парк в лучшую сторону изменяется, потому что помню, что тут было. И даже когда стояли по лету аттракционы всевозможные, и зайти даже все равно неудобно было. Как-то дискомфорт все равно. Сейчас то, что происходит, и я представляю, что будет. Конечно, это замечательно. Новые деревья насадили, дорожки не отсыпанные, а все-таки плиточка. То есть в дождь, в снег, в слякоть. Изменения налицо. И, слава богу, и постепенно озеро обустраивается. И вообще улица Адельская изменилась за последнее время. Так что молодцы. Территория парка граничит с новой школой. Здесь же планируется построить детский сад на 320 мест. Проект проходит экспертизу. Работы начнутся в 2021 году. Сам парк получился многофункциональным. Здесь все продумано до мелочей. Когда он откроется, у города появится отличное обустроенное место для проведения больших фестивалей, праздников и полноценного отдыха. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова